Друзья, вот и заканчивается наш 2023 год. Для кого-то был он очень хорошим, для кого-то не очень. Наступает новый, прекрасный 2024 год. Прекрасный почему? Потому что родилось следующее предложение. Давайте назовем год 2024 годом родового поместья. Пусть каждый владелец поместья назовет его годом моего родового поместья. Какие задачи нужно поставить в этот год? Ну, конечно же, поместье должно быть красивым. В нем должен быть и хороший, красивый, удобный дом. Но главное не это. Поместье должно быть рациональным. И в 2024 году, я считаю, нам необходимо поставить задачу, чтобы поместье как можно больше забот жизненных взяло на себя. И конкретно питание и лечение своего создателя. А создателю для этого необходимо сделать следующее. Посеять этой весной, сделать этой весной несколько красивых клумб. На одной будет расти крапива. На другой будет расти одуванчик. На третьей будет расти сныть. На четвертой будет расти маклица. Вот все эти травы созревают ранней весной. И они очень полезны, богаты витаминами. Из них можно делать прекрасные салаты, а можно употреблять в пищу просто сорвав. Когда идешь на работу или куда-то из поместья, проходишь мимо этих клумб и срываешь. И вот я назвал травы, которые присущи для центральной полосы. Чуть южнее могут быть другие. Еще, но давайте сделаем так. Попросим фонд сделать специальную рубрику. В которой будем обмениваться опытом. Как оформить эту красивую клумбу с лекарственными травами. Где ее расположить. И будем обмениваться опытом. И в конечном итоге достигнем совершенства. Вот такое мое предложение. А еще хотел бы добавить. Понимаете, ваше поместье – это живой организм. Оно может чувствовать вас. Оно может помогать вам. Оно может сопереживать вам. Потому что оно общается со Вселенной всей больше, чем общаетесь вы, все мы. И попробуйте в этом году мысленно пообщаться со своим поместьем. Поговорить с ним. Поставить перед ним определенные задачи. И помочь осуществлению этих задач. Я говорил о клумбах. Но это не значит, что это все. Также мы должны посеять в одном ряду кусты ягод, которые созревают друг за другом. Именно в момент созревания они наиболее полезны человеку. Это божественная диета. Так задумана природой. Так задумана Богом. И пусть это задуманное осуществится в вашем поместье. Тем людям, у которых еще нет своего родового поместья, я желаю, чтобы оно в следующем году появилось. И еще давайте обмениваться семенами. У кого есть хорошие семена? Я, например, со своей стороны могу в качестве обмена выставить прекрасные сибирские отборные кедры. До встречи в наших родовых поместьях. Удачи всем! Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон.